Они делали всё возможное, чтобы вызволить своих мужей из подвалов Азовстали. Жёны украинских военнослужащих, оборонявшихся в тяжелейших условиях на территории Мариупольского завода, стали одним из символов войны. За их плечами два месяца ожидания, аудиенция у Попы Римского, обращение к мировым лидерам с призывом положить конец гуманитарной катастрофе. В последний раз мы были на связи 10 дней назад. Он сказал мне, что ситуация критическая. Медицинской помощи нет, воды нет. Пьют по гладку технической воды каждые 5-6 часов. После того, как Россия и Украина объявили об эвакуации тяжелораненых, у Ольги, Анны, Дарьи и других женщин появилась надежда. Но на тот момент они ещё ничего не знали о судьбе своих близких. Он очень мало писал, говорил, что с ним всё хорошо, а мне не стоит волноваться из-за новостей. Конечно, от этого я волновалась ещё сильнее, но у меня ведь не было другой информации. Всё это время женщины жили воспоминаниями, перечитывали переписку с любимыми. Мы обсуждали в письмах, что будем делать, когда всё закончится, строили какие-то планы. Жёны Азовцев называют себя солдатами информационного фронта. Западные журналисты спрашивают их о связях полка Азов с крайне правыми движениями. Российская пропаганда в Европе сильна, и многие считают бойцов Азова неонацистами или фашистами. Мы постоянно об этом говорим. Мы сообщаем из СМИ, что полк Азов — это часть вооружённых сил Украины, это многонациональное подразделение. Главный раввин Украины попросил правительства Израиля посодействовать созданию гуманитарного коридора для эвакуации защитников Мариуполя. Один из моих друзей руководит крупной ЛГБТ-организацией, и они жертвовали деньги Азову. Жена командира полка Дениса Прокопенко, Катерина, признаётся, что мужество защитников Азовстали помогает ей жить. Он моя лучшая опора в этом мире, как луч света, воплощение добра, воли и силы духа. Я даже не могу объяснить, насколько это ценно для меня. До тех пор, пока не состоится официальный обмен Азовцев на российских военнопленных, украинские женщины намерены продолжать борьбу и делать всё, чтобы их голос был услышан. Субтитры создавал DimaTorzok